Новое видео выходит каждый день в 20.00 Давайте я скажу вот вам прямо вот в лицо, вот так вот прямо, прозрачно и не прозаично. Да, я вдохновился роликом Ангела Касада, и да, я еще и вдохновился роликом Хитка. Если после ролика Ангела Касада я как бы еще не приступил к выполнению моей мечты, моей намеченной цели и вот всего того, то после ролика Хитка я однозначно решил, что да, такой ролик нужно сделать, и да, я хочу, чтобы такой ролик был на моем канале. И вы знаете, тут не будет какого-то пережевывания аргументов Ангела Касада или перечисления тех же самых плюсов и минусов, которые сказал Хиток. Тут будут только минусы. Да, вот такой вот я. И вот давайте я вам сразу отвечу на вопрос, стоит ли становиться GTA-сам-ютубером. Да, стоит, если ты ебаная, бездарная, инфантильная мразь, которая до сих пор играет в GTA-самп, которому нравится играть в этот самый GTA-самп, и он кайфует от того, что играет в GTA-самп. А вот нужно ли мне становиться GTA-самп-ютубером, если я нормальный, честный и более-менее такой здравомыслящий человек? Ни в коем случае, блять, не надо. Самп вас... Посмотрите, блять, что со мной. Самп меня просто сжирает, блять, изнутри. Я, блять, уже пожалел несколько раз, что я в этот самый самп встрял. Он, блять, сжирает меня изнутри. Я просто... Я не приспособлен к этому самому сампу. Я не могу быть инфантильным малолетним дебилом и веселить тех же самых малолетних инфантильных дебилов. Это просто, блять, невозможно. И я прям... Я не знаю, блять, что мне делать. Теперь я вот просто застрял внутри себя. Но, тем не менее, я сейчас делаю самп-обзор, который выйдет 1 сентября в 20.00, хочу вам напомнить. Вот. И как бы не только. Так вот, много ли получают GTA-самп-ютуберы? И какой вот пласт работы нужно будет делать для того, чтобы зарабатывать, ну, хотя бы 1020 или 30 рублей? И вот, как уже говорил какой-то великий человек, там, Нострадамус, там, еще какой-нибудь человек, я не знаю, зарабатывает больше не тот, кто больше работает, а тот, кто более бессовестен. И вот эта поговорка, эта пословица, эти слова, я не знаю, они как нельзя, кстати, относятся к GTA-самп-ютубу. Потому что, если вы будете только снимать на каком-то проекте, то, ну, особо больших денег вы не заработаете. При условии, что у вас там тысяча, две тысячи просмотров. Больших денег вы не заработаете. Потому что, чаще всего, сервера, как бы, ограничивают то количество роликов, которые ты можешь выпускать, и то количество стримов, которые ты можешь стримить. Поэтому не получится у тебя выпустить, блядь, 30 роликов за неделю. Это просто невозможно. При условии того, что тебе платят, там, 500 рублей или 1000 рублей. То есть, это просто невозможно. Это попросту, блядь, ну, нереально вот что-то подобное сделать. Потому что, ну, это реально, это громаднейшие деньги, и они уходят практически в никуда, потому что профит нулевой. И в плане просмотров как-то, ну, тоже там не особо так густо. И, в принципе, вот из этого выходит вот так вот то, что всё хуёво будет. А если, в принципе, вы достаточно бессовестен, вам абсолютно похуй на свою репутацию, на то, что рекламировать, вы даже вполне спокойно рекламируете, там, читы для турниров в CSGO, хак-виси-хак, блядь, ну, вы знаете вот эту вот хуйню, то тогда, в принципе, можете вполне спокойно заходить на сам YouTube, принимать предложение от какого-нибудь Evolver или Play. А я вам хочу напомнить, что если вы снимаете на Evolver или Play, вы практически продаёте свою маму за деньги. Поэтому, ну, как бы, если хотите, то, в принципе, можете. Все остальные сервера, они, в принципе, ну, будут получше, чем Evolver или Play. Хотя бы, снимая на других серверах, вы не продаёте свою маму. Ни в коем случае. А вот, снимая на Evolver или Play, Максим Кудрявцев, он прям покупает вашу мамку, вот прям, а вы, как бы, прицепом ко всему этому идёте. Ну, согласитесь, это же не особо приятно, когда кто-то за деньги покупает вашу маму. Особенно, если это Максим Кудрявцев. Особенно, если это Evolver или Play. Ну, в самом деле, блядь, мы в каком веке живём, но уже, блядь, мамок покупают. То есть, у разных проектов есть разные кейсы, а у него вот такой вот кейс, он реально, он покупает вот мамок, разнообразных GTA-самп-ютуберов. И снимать на Evolver или Play, это, ну, реально продать свою мамку. Но мы вот так или иначе немного отвлеклись. Если вы хотите полностью понять, почему у меня такое отношение к Evolver или Play, а в частности, к Максиму Кудрявцеву, то советую вам посмотреть мой обзор на него, там, на моём канале, там, самп-обзор, он набрал 3000 просмотров за 3 плюс месяца. Это не особо хорошо. Надеюсь, что новый обзор не прославится такой же активностью, блядь, и всё будет, ну, более, как-то менее нормально, потому что, ну, это реально, это уже какой-то пиздец получается. Потому что, ну, блядь, а как иначе? Как иначе? Я просто вот не понимаю. А также на моём вот этом вот втором канале, на котором вы сейчас смотрите мой данный видеоролик, также есть видеоролик про Evolver или Play, и про моё отношение к этому самому проекту. Поэтому, ну, вот оно как-то так и получается. И по итогу из всего этого, мы получаем, что самп-ютуб, он пригоден только для уебанов. Однако, тут есть и хорошие, и нормальные люди. Я уже делал топ, по-моему, 5 умных ютуберов по GTA-сампу, и их, на самом деле, гораздо больше. Просто многие из них уже поняли, что это безнадёжный кусок говна, на котором можно только фармить бабки, и ушли отсюда. А кто-то, ну, а кто-то уже назван в топе, или кого-то я попросту забыл назвать в данном топе. Ну, в топе на моём канале, там, топ умных GTA-самп-ютуберов. Господи, как же много подсказок нужно будет делать для данного видеоролика, для того, чтобы вы такие зашли, такие посмотрели. Ага, классно, круто, замечательно, классный видеоролик, поставил лайк, и всё такое. А также, также, хочу вам сказать, что если у вас хоть немного, хоть, ну, вот, малость работают мозги, и вы не готовы смотреть на всю вот эту вот несправедливость, которая происходит в GTA-самп-ютубе, если вы не готовы стараться над своим контентом по итогу получить там 100, 200, да даже тысячу просмотров, потом, видя то, как какой-то долбоёб покупает аккаунт, и имеет 200 тысяч просмотров, то не суйтесь сюда, пожалуйста. Не суйтесь, да? GTA-самп-ютуб это одна из самых оплачиваемых игр в GTA-самп-ютубе, потому что даже челик, вот тут имеющий 10-15 тысяч подписчиков, и примерно столько же просмотров, конечно, вряд ли тут будут такие челики, потому что соотношение обычно такое, у тебя там 50-60 тысяч подписчиков, и вот там по 5, по 10, по 15 тысяч просмотров, в редких случаях, то есть вот именно такое. И вот эти самые челики, они могут спокойно там, в месяц зарабатывать, ну, от 20 тысяч рублей минимум, если рекламируют только один сервер, а если они вставляют переролы, то тут прям, ну, я не знаю, тут моя, блядь, месячная зарплата с Аризоны, или наподобие того, с основного канала, хотя на основном канале сейчас так мало просмотров, что, ну, даже вот как-то странно об этом говорить, ну, ладно, но не важно. Поэтому, если вот вы не совпадаете, вот хотя бы по одному пункту, то в GTA Samp YouTube вам идти, ну, нету абсолютно никакого смысла, он вас сожрет изнутри, вы будете сидеть и ненавидеть себя за то, что пошли в этот самый GTA Samp YouTube. Однако, однако, я выпускаю ролики каждый день в 20.00, и мне просто нравится вот само вот это вот, знаете ли, построение роликов, вот это вот рассказ истории, вот это охуительно. Монтаж, озвучка, вот только превью не люблю делать, а всё остальное мне нравится, я кайфую от того, что я делаю, я бы так кайфовал в абсолютно любой сфере, но GTA Samp YouTube даёт мне возможность зарабатывать, не имея особых просмотров, не имея каких-то особых навыков монтажа, и также он позволяет зарабатывать другим бездарным уебаном. И, ну, как-то вот так вот. И, то есть, ну, я не знаю, я вот прям не знаю. Это реальные минусы GTA Samp YouTube, особо, так сказать, взгляд у вас из андеграунда, потому что хиток он такой, знаете, средний GTA Samp YouTuber, он не может здраво вот это вот всё оценить, и поэтому он как-то, ну, забавно вот так вот всё оценил, как-то очень смягчил сторону. Ну, о чём мы можем говорить, если хитку очень нравится Марас Шакур? Он прям сам об этом сказал, что Марас Шакур ему нравится. А как мы знаем, тётя Марас Шакура, она прекрасная женщина. В самом деле, прекрасная женщина, хоть я её и не знал, но уверен, что раз он по ней плакал, значит, ну, тётя Марас Шакура, она охуительная. Она прям восхитительная, она классная, она замечательная. Надеюсь, что Саня Марас Шакур, он п*** ту самую тётю, именно поэтому он так плачет сейчас по ней. Блять, какую-то хуйню сказал. Ладно, извиняюсь, если что, перед Марасом Шакуром самый лучший человек в GTA Samp YouTube, самый лучший человек вообще абсолютно везде, самый лучший GTA Samp стример, который вживается в роль, самый лучший человек, в принципе, Данил Геррор. Данил Геррор вот так же неплохой человек, который, в принципе, заслуживает большего, чем просто вот эти вот свои там две-три тысячи просмотров. Однако вот эти вот даже две-три тысячи просмотров, они позволяют ему не работать на обычной работе. При том, что какой-нибудь Фрайдей, у которого намного больше просмотров, он на обычной работе как раз-таки работает сейчас. Ну, либо я не знаю, чем он занимается, продаёт, наверное, какую-нибудь траву там, или ещё же подорожник, там, знаете, какой-нибудь там лопух, вот, что-то наподобие того, и с этого зарабатывает какие-то деньги, вот, потому что, ну, а как по-другому? Я вот даже не знаю, как по-другому он может зарабатывать деньги, если не работает на обычной работе. И, исходя из этого, что у нас остаётся в сухом остатке? Если вы беспринципная, инфантильная, просто мерзкая мразь, то тогда вам вот самая дорога на GTA Samp YouTube. Вы, в принципе, сможете тут пробиться, если вы умеете торговать еблом, если вы умеете развлекать малолетних идиотов, то вам сюда самое место. Только знайте одно, знайте вот только одно. Вот одну осторожность я вам скажу, перед тем, как вы создадите канал и начнёте заливать туда вот свои самые первые видеоролики. Я вам, я вас хочу предупредить, я вам хочу сказать только одно. Вот буквально один момент хочу вас предупредить. Дело в том, что дети рано или поздно вырастут. Но вы можете сказать, так придут же другие дети. Нет. На ваше место, на ваше лакомое место, придут абсолютно другие люди, которые будут лучше прогибаться под тренды вот этого самого GTA Sampo. И вы будете охуевать от того, ну как? Как у меня 100 тысяч там подписчиков, 120, 150, 200 тысяч подписчиков, а, блять, смотрят меня 5-10 тысяч. Как? А как долбоёба, который только недавно создал канал, у которого 30 тысяч подписчиков ролики собирают по полмиллиона просмотров? Как? Как такое происходит? А всё очень просто. Вы просто состарились. Вы уже не можете веселить детей так, как это было раньше. И не сможете уже, наверное, больше никогда. Пришли новые шуты, и вас просто заменили как каких-то роботов. Потому что за вами, вот за всякими Хьюгора, Мэра, Андресу Кре, за вами нет личности. За вами есть вот эта вот шутливая, вот эта вот манера поведения. И больше за вами нет ничего. Вы абсолютно пустышки и бездарности, которые после себя в GTA Samp YouTube, ну, не оставили абсолютно ничего. Если вы приходили сюда только за тем, чтобы пофармить бабло, поздравляю, у вас это получилось. Только что делать дальше? Ведь деньги, они рано или поздно заканчиваются, а мне будет намного проще спать по ночам, зная, что я хотя бы, ну, себе никогда не изменял. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Надеюсь, вы захотели стать самп-ютубером или наоборот, перехотели стать GTA Samp YouTube. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.